Привет, мой милый друг! Как же все мы с вами любим сказки, особенно про котиков. В них мы выходим за пределы нашего привычного мира и окунаемся в страну, полную чудес. И сегодня у нас как раз такая сказка, в которой я захотел немного пофантазировать и проводить вас в мир, где наши любимые котики спасают Землю. И к тому же она будет состоять из нескольких частей. Ну а перед тем, как начать, я бы хотел попросить вас сделать пару простых вещей. Подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и поделиться им с другом, который тоже безумно любит котиков. Ну а мы начинаем. Все началось с незапамятных времен, когда люди только приютили котиков в своих домах и не было тогда еще ни интернета, ни тиктока. И жили кошки в радости и веселье. Но однажды один темный волшебник сшил мягкую игрушку для котиков и заложил в нее темную магию, которая заставляла играть в эту игрушку постоянно. Что киса, словно загипнотизированная, не могла оторваться от нее и даже забывала полакать молочка или сладко поспать в мягкой постельке. Поначалу никто не придавал этому никакого значения, ведь сидит котик, играет с ней и никто его не трогает. Но со временем все начали замечать чересчур сильную привязанность питомцев к этой забаве. А когда игрушку хотели забрать у кошечки, то у нее сразу же начиналась истерика. Она начинала сходить с ума, не давала никому ночью спать, кричала и царапала все стены в доме, до тех пор, пока не получит или не найдет свою прелесть. Вскоре уже все вокруг знали о страшном заклятии этой игрушки и некоторые даже пытались избавиться от нее, но все попытки проваливались из-за защитной магии, которая не давала даже немножечко навредить игрушке. Вскоре началось настоящее противостояние между теми, кто хотел заполучить зачарованную безделушку и теми, кто хотел ее уничтожить. В ходе противостояния она вдруг была потеряна, а те, кто в нее когда-то играл, вожделенно пытались ее найти, используя для этого все усилия. Но прошло достаточно много времени и вскоре все забыли про эту магическую игрушку. К дому подбегает кот Барсик. Он сделал все важные дела на улице. Сделал несколько прыгскоков, полежал на мягеньком сене в сарае, поболтал с соседскими котами о колбасках и сосисках, покрутился на травке и, довольный, идет к дверей дома. И как только он переступил порог, он услышал «Барсик! Барсик!» Это был Мурзик, соседский кот и к тому же еще и давний друг Барсика. «Что тебе, Мурзик? Ты любишь рыбку?» «Обожаю! Здесь недалеко возле речки один рыбак рыбачит. Если к нему подойти и попросить немножечко рыбки, то он даст. Пойдешь со мной?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, пойду!» Они направились в сторону речки и уже вскоре подошли к тому месту, где сидел рыбак. «А что, нам вот так просто можно подойти к этому рыбаку, и он даст рыбку?» «Да, только надо подождать, когда у него вон та красная штучка на воде сделает пуньк-пуньк, и после этого обычно он достает рыбоньку из воды». И вдруг рыбак пристал, прищурился и пристально начал смотреть на свой поплавок, который начал немного тонуть, а потом и вовсе отплывать в сторону. И после этого парень как дернет удочку, что аж таз огнется у него в руках, леска натянется, а поплавок так и остался в воде. Будто что-то его там держит. «Блин, только не это, опять зацеп! Ведь знал, что там одни коряги под водой!» Рассерженно сказал рыбак. «Что такое зацеп, Мурзик? Я не знаю. Это, наверное, когда зацепил очень большую рыбку, и она не хочет выходить из воды». «Да нет!» Сказал рыбак. «Зацеп – это когда зацепился за что-то крепкое под водой, и, видимо, придется рвать леску». «Как жаль, но твой ответ мне нравился больше, Мурзик. Спасибо большое!» Рыбак отходил от воды с улочкой в руках и все больше натягивал леску, в надежде, что сможет все-таки освободиться от зацепа. Леска натягивалась все больше и больше, как вдруг она отпружинилась, и из воды вылетает поплавок вместе с какой-то грязной штучкой, которая приземлилась прямо возле Барсика. Барсик посмотрел на эту штуку, а Мурзик сказал, «Кажется, это все-таки не рыбка. Я... как жалко!» Сказал Барсик и начал присматриваться, что это за штучка такая. Он взял ее в лапки, немного почистил от грязи и начал пристально смотреть на эту непонятную штуку. «Она похожа на какую-то игрушку вроде бы. Эх, как жаль, что это не рыбонька!» «Да... возможно и жаль. А возможно, это даже и лучше, чем рыбонька!» Тихо произнес Барсик. «Ладно, пора сворачиваться! Вот, держите немного рыб! Зря пришли, что ли? Сказал рыбак и бросил пару рыбок возле котиков. Мурзик сразу принялся кушать их, а Барсик так и сидел и не мог оторвать взгляда от этой игрушки. «Ты чего не ешь? Ты же говорил, что обожаешь рыбку!» «Да... обожаю! Но эту штучку я возьму с собой!» Сказал Барсик и тоже принялся трапезничать уловом рыбака. Когда коты шли обратно, Барсик не мог перестать любоваться этой игрушкой. «Ты что-то молчаливый стал? Расстроился, что мало рыбок, что ли?» «Нет!» «Может, у тебя что-то болит? Рыбка не свежая была?» «Хотя вроде свежая!» «Нет!» «Может, ты что-то забыл вспомнить?» «У меня так бывало, когда я не мог вспомнить, зачем начал лезть на дерево!» «Нет!» «А почему ты тогда молчишь?» «Нет!» «Что нет?» «Ой, я что-то сильно задумался!» «А, ну так у меня тоже бывало!» «Я помню один раз так сильно задумался, что аж у меня из-под носа наглые котята сотащили мою сосиску!» «Представляешь?» «Ага!» «Сказал Барсик и все смотрел на эту штучку у него в лапке!» «Ну вот мы и дошли до дома!» «Ладно, пока!» «Завтра, как обычно, идем вместе прикскокать!» «Сказал Мурзик, на что Барсик зашел в свой дом и даже ничего не ответил ему!» «Странный какой-то сегодня Барсик!» «Дома же Барсик сразу направился в свой любимый уголок и полностью очистил найденную игрушку от грязи, после чего положил ее на пол рядом с собой! Он завороженно смотрел и не мог оторвать взгляда от этой игрушки! Она была словно совсем новая, что котику очень нравилось! Все формы в ней были такими идеальными! Словно ее создали боги, а каждая нитка на ней так гармонировала с общим видом! «Поиграй со мной!» «Поиграй со мной!» «Поиграй со мной!» Барсик словно почувствовал себя маленьким котенком! Он как начал ее катать по полу, валять игрушку и так и сяк! Крутился вокруг нее, бегал за ней, отшвыривал ее в сторону и приносил обратно! Грыз ее и царапал! Но та не царапалась, что еще больше нравилось котику! Он следил за ней из-за угла, а потом как выпрыгнет и снова швырять ее туда-сюда! И что самое главное, ему не надоедало это все! Но вдруг Барсик услышал! «Барсик! Барсик!» «Это Мурзик!» «Видимо, забыл что-то и вернулся к нему!» Котик взял игрушку и спрятал ее под шкаф, после чего пошел к Мурзику! «Что-то забыл? Неть! Тебя от чего целый день не видно? В смысле не видно? Вот он, весь я! Стою перед тобой! Мы договорились вчера с тобой, что сегодня прыгскоком будем заниматься!» «Неть! Ты что-то путаешь! Мы с тобой договаривались об этом совсем недавно!» «Что?» «Да, мы с тобой вообще только с рыбалки пришли! Ты чего?» «Барсик! Это ты чего? Мы вчера ходили на рыбалку!» Барсик ошикнул от удивления! «Не шути со мной так, Мурзик! Я ведь все прекрасно помню!» «Я тоже помню! Мы с тобой попрощались! Вернее, я попрощался! И разошлись по домам! А сегодня я целый день тебя ждал на лужайке попрыгскокать! А ты все не приходил и не приходил!» «Чего ты меня обманываешь? Мы договаривались об этом сегодня!» «Последний раз говорю, хватит шутить надо мной так!» «Барсик, по-моему, это уже не смешно!» «Все, хватит! Еще друг называется!» Вскрикнул Барсик и вернулся домой, захлопнув дверь прямо перед Мурдикиной мордашкой. Разгневанный кот ходил от одного угла дома к другому. «Еще другом себя считаю! Один раз сказал, хватит! Второй раз сказал, а он все на своем! Никогда не думал, что лучший друг будет так издеваться надо мной! Я же не какой-то там глупый котенок!» Вдруг Барсик остановился посередине комнаты и посмотрел в сторону шкафа. «Поиграй со мной! Пожалуйста! Немножечко! Поиграй со мной! Поиграй со мной! Поиграй со мной!» Котик снова, словно закипнотизированный, подошел к шкафу и заглянул под него. «Поиграй со мной! Поиграй со мной! Поиграй со мной! Поиграй со мной! Поиграй со мной!» Игрушка, лежавшая там, была будто живая, и Барсик каким-то образом это чувствовал. Он вытащил ее оттуда и просто, сидя рядом, смотрел на нее, пока он снова не почувствовал, что некая бодрость и какая-то сила наполняет его изнутри. И котик как начал снова ее швырять и беситься, прыгая, бегая, топая, словно маленькая лошадка. Игрушка казалась гораздо ярче всего остального вокруг, и Барсик не мог оторвать от нее свои огромные глаза. Ничего кроме игрушки он больше не замечал. Это стало для него будто целью всей жизни – поймать ее, немножечко погрызть, отшвырнуть в сторону и снова ловить. И так по кругу, пока вдруг он снова не услышал. «Барсик! Барсик!» И у котика закружилась голова. Его вдруг резко настигла чудовищная слабость, и он упал на пол. «Барсик, что с тобой?» Барсик открыл глаза. Перед ним сидел Мурзик и шалостливо смотрел на него. «Ну как ты?» «Что-то спать сильно хочется». «Ты вообще видел себя? Ты так сильно похудел! Ты ел за эти два дня?» «Какие еще два дня?» «Ну мы после того, как поругались с тобой, два дня не виделись». «Что?» «Ну а на этом первая часть сказки подошла к концу. Как вам история, друзья?» «Как по мне, то получается довольно захватывающе. А если тебе тоже понравилось, то поставь палец вверх этому ролику и оставь комментарий, если ждешь продолжения. А чтобы ее не пропустить, не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Таким образом, ты первый посмотришь продолжение, ну а дальше будет только интересней. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто проявляет активность на моем канале, особенно Влада Кандаурова. Именно для таких зрителей я стараюсь и делаю новые захватывающие истории. Кстати, у меня появилась группа ВКонтакте, где я буду также выкладывать сказки из Ютуба и немного рассказывать о том, как они писались. К тому же там скоро будет розыгрыш, поэтому подписывайся на группу ВКонтакте в Мире Сказок, чтобы не пропустить его. Прощание сказочное, Ютуб, но надо было уже прощаться. Надеюсь, я создал уют. В твоей душе, мой милый друг. Прощание сказочное, Ютуб.